День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. ГИБДД предупреждает, где нельзя переходить дорогу и пора ли переобувать свой автомобиль. В Рязани увеличат парк и построят два храма. Изменения в генплан города и правила землепользования внесли на очередном заседании депутаты городской думы. Подробности далее. Зеленая зона в московском районе станет больше. Депутаты проголосовали за расширение комсомольского парка. Это произойдет за счет объединения земельных участков, фактически входящих в его состав. На улице Первая Прудная в районе дома номер 4 предполагается строительство храма в честь Блаженной Матроны Московской. Для этого территорию планируют перевести из зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. В поселке Никулич на улице Пронской планируется строительство православного храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, а также высадка фруктового сада. Депутаты одобрили изменение границ функциональных зон, зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Кроме того, для расширения инфраструктуры автомобильного технического центра на Куйбышевском шоссе изменили границы функциональных зон, зоны озеленения специального назначения и зоны питомника на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Реализация проекта будет способствовать развитию экономики региона, росту поступления налогов в бюджет Рязани, а также созданию новых рабочих мест. Депутаты фракции КПРФ включились в работу над проектом муниципальной программы по развитию городских окраин. Его начали рассматривать на минувшей неделе. Первое обсуждение прошло на заседании комитета по бюджету и налоговой политике. Как отметила член фракции КПРФ, Евелина Волкова, проект нуждается в серьезной доработке. Депутаты Компартии предложили добавить в него перечень территорий, которых в начальном проекте указано не было. Или они были указаны мельком. Предложение подготовлено на примере поселка Южный. Депутаты считают, что по каждой конкретной территории должна быть указана инфраструктура, наличие детских садов, школ, поликлиник, клубов. Считаем важны вопросы транспортной доступности каждой из таких территорий, в том числе и муниципального общественного транспорта. Важно знать наличие также зеленых зон, которые нуждаются в благоустройстве. Важно знать комплекс проблем по каждой территории. В рамках инспекторских проверок в Рязанской колонии прошли учения. По легенде, 28 марта в исправительной колонии номер 2 у Синроссии по Рязанской области несколько осужденных отказались соблюдать установленный распорядок дня. Вследствие этого в колонии начался бунт. Подробности в нашем следующем сюжете. Наши династики, кто не слышит? Осужденные собрались на плацу перед швейным цехом. У каждого в руках палка, деревянная или металлическая. И они делают все, чтобы их услышали. Они отказываются выполнять вообще какие-либо требования. Но готовы их выдвинуть сами. Для переговоров прибыли представители УФСИН России, Рязанской области, прокуратуры и общественные организации. Осужденные требуют освободить из СИЗО человека, который, по их мнению, попал туда незаконно. Сотрудники колонии назвали ситуацию контролируемой. Заключенными ведутся переговоры. Психологи, сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций и родственники в переговорной комнате все они пытаются уговорить осужденных прекратить бунт. Вот только эти меры результата не принесли. Вместе с сотрудниками силовых ведомств прибыл и спецназ УФСИН России вместе с отрядом Росгвардии. И пока ведутся переговоры, они планируют спецоперацию. Заключенные потребовали еды, им ее принесли. Потом пошли требования другие, куда сложнее, необычнее. Сотовые телефоны, спиртные напитки и сигареты. Повиноваться или идти на уступки они не хотели. Приходится применить силу. Сотрудники освобождают ворот от баррикады, которую построили заключенные. Делают они это под ливнем камней и палок. Когда путь чист, бойцы со щитами входят на территорию. Часть осужденных запаррикадировалась в здании швейной фабрики. К штурму готовится спецназ Росич и отряд Росгвардии. Они заходят с двух сторон, с лестницы и через окно. Действовать надо быстро и четко. С помощью бронированного автомобиля выстрел бойцы подбираются к окну, чтобы подцепить баррикаду специальным крюком и освободить проход. Сам штурм занимает меньше минуты. Бойцы спецназа вместе с конвоем выводят осужденных. Если кому-то нужна медицинская помощь, ее оказывают. Параллельно с этими действиями бойцы спецназа проводят осмотр помещения. Все это учение, которое проходит в рамках инспекторских проверок. Место действия исправительная колония номер 7, ныне недействующая. Ее уже не первый год используют как полигон. Руководству УФСИН России по области рассказали, что в реальности такая операция занимает куда больше времени. Да и обычно стараются все конфликты сгладить еще в процессе переговоров. Политика УФСИН и политика в целом уголовной исполнительной системы – это мягкое разрешение подобных ситуаций, если они возникают. То есть силовой метод – это исключительный метод считается. Поэтому переговорный процесс, который сейчас вы видели, это запланированное мероприятие, отработанное, есть запасные варианты. Некогда бунтовщики теперь стоят в одном строю со спецназом. Все они такие же сотрудники из правительных учреждений. Говорят, осужденных играть не так уж и легко. А от бойцов спецназа достается им по-настоящему. Без этого не обходятся. На то они работают. А мы должны это показать более подраводобно, чтобы, не дай бог, в будущем, если это пригодится, то они понимали осознанно, с кем придется столкнуть в жизни. Оценку участникам будет ставить высшее руководство. Однако многие сотрудники отмечают, что действовали хорошо и грамотно. Но, как сами говорят, всегда есть над чем работать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Два золота Кубка мира по самбо завоевали рязанские спортсмены. С соперниками братьев Куржевых были более 250 спортсменов из 36 стран мира. При этом Али выступал в весовой категории до 82 килограмм, а у Али до 74. Тренировку победителей посетила Галина Кудряшова. Они с юных лет вместе как на соревнованиях, так и на тренировках. Братья Куржевы, пожалуй, самые титулованные спортсмены Рязани по самбо. Чемпионы мира, чемпионы Европы и России они занимаются в спортивной школе «Родной край». Борются в разных весовых категориях. Старший брат у Али выступает в категории до 74 килограммов, а младший Али – до 82. С новой победой и двумя золотыми медалями Али и Али Куржева вернулись с Кубка мира по самбо. Это третий по важности мировой турнир. Соперниками рязанских спортсменов стали более 250 человек из 36 стран. Однако сложностей не возникло. У Али до срочно победил японца, с явным преимуществом одолел представителей Узбекистана и Киргизии. В финале встретился со спортсменом из Монголии. Схватка продолжалась всего 40 секунд. Закончилась после болевого приема. Соперник хороший. Я с ним боролся два года назад на гран-при Тбилиси под дзюдо. Мы с ним боролись 9 минут. Там до оценки уже было. Я тогда выиграл его тоже, но знал его уже более-менее. Особенность азиатов – у них таз низкий расположен. И они еще когда согнутся, тяжело очень бросить их, потому что таз сзади уже и само равновесие. Тяжело их вывести из равновесия. Плюс у них, у монголов, у них национальная борьба, она плотная. То есть в плотной борьбе они очень сильные. На пути к золотой медали его брату Али Куржеву пришлось немного сложнее. Боролся со спортсменом из Испании. Грузином, который является действующим чемпионом мира. Монголом – бронзовым призером чемпионата мира. Поэтому финальный бой с белорусом показался легким. Я в начале схватки сделал за дел. И как бы уверенно закончил схватку досрочно. Ну, не досрочно, а уверенно просто ее закончил. И тактически переиграл на захватах. И ничего не дал делать сопернику. Соперник был повыше меня, поэтому пришлось держать на дистанции. Отключал рабочую руку и контролировал схватку. Однако такая коллекция наград была не всегда. В юности первое и второе место на большинстве турниров они делили между собой. И оставались главными соперниками. Ведь попадали в одну весовую категорию. Исход битвы решали по-разному. По детству боролись между собой. А потом как бы решили уже выходя в финал не бороться друг с другом. По очереди отдавали друг друг схватки. И где-то, наверное, лет пять назад решили разойтись по весам категориям. Али признается, теперь следить за весом стало легче. Соперники более медленные. А золотых наград в семейной копилке в два раза больше. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Зубковой до декабря текущего года. Работу оценили в 127,6 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Комплекс построят напротив дома номер 30, корпус 2 по улице Зубковой. Отмечается, что на момент строительства участок представляет собой пустырь с неорганизованной растительностью. А здания и сооружения на территории отсутствуют. Напомним, что публичные слушания по проекту прошли еще в 2017 году. За два месяца зарегистрировано 65 ДТП с участием пешеходов. В таких авариях погибли 5 человек. Госавтоинспекция проводит рейды в местах, где пешеходы переходят проезжую часть, нарушая правила дорожного движения. Очередной прошел на Первомайском проспекте. В этом месте несколько лет назад был нерегулируемый пешеходный переход. Потом его убрали, но резонцев это не останавливает. Они выходят из общественного транспорта и идут на Первомайский рынок. О том, что попадут под колеса и в лучшем случае окажутся в больнице, не думают. Очередная нарушительница, когда ее устанавливает сотрудник госавтоинспекции, пытается убежать от ответственности в прямом смысле слова. Не трожьте меня, я сейчас засохну. Пойдем, пойдем. Не надо, не надо. Уйдите, уйдите. Еще одна нарушительница, когда узнает, что за переход дороги в неположенном месте, могут выписать штраф, объясняет, что спешила и у нее есть уважительная причина. Не надо меня снимать, пожалуйста. Не надо меня снимать. На что же вы нарушаете так? Ну вы же знаете, что вас может машина сбить. Потому что побыстрее хочется. У меня дочь болеет. Мне скорее на рынок надо. И довольна. Тем не менее, попасть домой побыстрее не получится. Женщине выписали штраф в 500 рублей. Хотел бы обратиться ко всем пешеходам и напомнить о том, что водитель, попадая в дорожно-транспортное происшествие, в любое, в первую очередь рискует своим имуществом, то есть своим автомобилем. Первый удар всегда принимает автомобиль. Когда пешеход попадает в дорожно-транспортное происшествие, здесь всегда наступают последствия для него, для его жизни и здоровья. По статистике, по вине пешеходов, за два месяца этого года произошло 25 ДТП. В них 5 человек погибли, более 20 ранены. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Региональная МЧС предупредила угололедицем. По прогнозу, 29 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер западный с переходом на юго-западный. 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8-3 градуса. Днем 0,5. Региональная ГИБДД рекомендует водителям не торопиться с заменой резины на автомобилях. Такая поспешность может привести к аварийным ситуациям. В настоящее время на территории Рязанской области наблюдаются неустойчивые погодные условия. Несвоевременная смена зимней резины может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Хотел бы напомнить, что в настоящий момент пока еще рано менять резину с зимней на летнюю. Связано это в первую очередь с тем, что возможны заморозки, а также ухудшение погодных условий. В ночное и в утреннее время в местах наибольшей концентрации автомобилей, это перекрестки, мосты, путепроводы и так далее, возможно образование наледи на проезжей части. Поэтому многие автомобилисты, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, будут просто не готовы к таким ситуациям. Поэтому совет небольшой для автомобилистов дождаться устойчивой, положительной, теплой погоды и только после этого поменять резину. Рязань присоединилась к чемпионату по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Он проходит ежегодно. В этот раз в нем участвуют 200 городов страны. Также его этапы пройдут в Париже, Страсбурге, Лондоне. Звонимир же всю свою жизнь ночевал на твердых скамьях, на настоящем дубе, говорит он в шутку. Он не выносит постельного тепла, ему снятся дурные сны на мягком воде. Первое задание – текст на иностранном языке, второе – текст на русском, третье – стихотворение. Времени на подготовку нет, нужно вытянуть лист бумаги, как на экзамене, и сразу читать. Елене Малаховой достался отрывок из произведения «Отель Совой». В таком конкурсе я участвую впервые. Раньше я читала свои стихи и других авторов. Решила попробовать себя в такой спонтанной еще сфере. Конкурс открытый, можно послушать, как читают другие участники. Награда каждому, кто выходит на импровизированную сцену – аплодисменты. Оценивает выступление жюри и параметров несколько техникочтений, артистизм. Система шестибальная, за каждую ошибку снимается полбалла. Человеку дается произведение, которое он, допустим, никогда до этого даже и в глаза не видел. Ему необходимо его правильно прочитать, грамотно. В поэзии это надо соблюсти ритм, ударение правильное расставить. Даже если автор задумал неправильное ударение, несоответствующее грамотности русского языка, то нужно уметь это прочитать так, как задумал автор. Это лишний балл будет участнику. Леонид Резников в этот раз пришел послушать, как читают другие. Он победитель регионального этапа первого конкурса «Открой рот», который прошел четыре года назад. Вышел в финал и на всероссийском этапе занял второе место. Победа, рассказывает он, не прошла даром. Сейчас Леонид Резников является постоянным чтецом в песочном театре «Брим». Его ежегодно приглашают на паустовские чтения. Победить тогда было непросто, но помог жизненный опыт. Надо было читать сонеты Шекспира. Здесь мне повезло, потому что я знал, что сонеты – это такая стихотворная форма, которая состоит из 12 строчек, три четверосиши, и еще две строчки морали или заключения. А две конкурсантки, которые вышли со мной в заключительный тур, этого, наверное, не знали. И они просто читали все подряд. Так что вот так я и выиграл. Партнерами этого сезона является национальная литературная премия «Большая книга» и литературная премия имени Александра Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки из книг финалистов этих премий. Рязань на фестивале будет представлять Дарья Порскорякова. Она стала победителем регионального этапа. Дина Сляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Возвели стену, опутали колючей проволокой. Переулок счастья спрятали от посторонних глаз. Но туристы по-прежнему хотят на нем сфотографироваться. О происхождении необычной Рязанской улицы расскажет Галина Кудряшова. Стена высоты в человеческий рост, колючая проволока по трубе, чтобы не хватались, и гвозди, чтобы сложнее было перелезть. Именно так гостей города встречает переулок счастья. Название уникальное, аналогов в России у него нет. Однако инициатива создания принадлежит не городу, а одному из местных жителей. Родилась даже небольшая легенда о его происхождении. Когда они там ремонтировали стены, то обнаружили в одной из стен тайник. Они проникли в нишу этого тайника и обнаружили там ангела. Такой хорошо сохранившийся статуэтка ангела. В связи с тем, что дом такой счастливый, они назвали нам этот переулок переулком счастья. Жители дома номер 10 на улице Соборной инициативу не оценили. Рассказывают, что незадачливым туристам, которые пытались прогуляться по переулку, выливали на голову ведра воды. Остальных до сих пор встречают бранными возгласами. Похоже, рязанское счастье темное, сырое и все в мусоре. Но гостей города это не смущает, как и топонимическую комиссию. Официальным названием отношения не имеет. Мы название такого не давали. Но тем не менее, тем не менее, мы все-таки решили оставить, сохранить. Это народное название, ради бога. Это приятно, это интересно. Это как интересный туристический объект. Вскоре после появления переулка счастья в дом, на котором установлена табличка, переехал дворец бракосочетания. Теперь именно здесь соединяют свои судьбы по-настоящему счастливые люди. Во дворе ЗАГСа тоже есть арт-объект. Площадь Согласия и тоже неофициальная. В отличие от переулка, на котором находится всего один дом, здесь целых два. Но нам бы хотелось, чтобы таких народных названий было поменьше, чтобы это было как бы исключение. Хорошее, приятное исключение. А то сейчас, если дать повод, у нас по всему городу появятся такие самодельные таблички. Люди будут сами номиновывать свои улицы, переулки и так далее. Не хотелось бы этого. Правда, удачное соседство продлится недолго. Уже к лету закончится строительство здания ЗАГСа на Московском шоссе. И дворец бракосочетания переедет туда, а необычное название останутся. Но если переулок счастья название народное и доставляет неудобства только соседям, то против Безбожной улицы объединились верующие горожане. Ведь она есть на всех картах города. В середине 30-х годов у нас были названы, у нас было тогда в Рязани существовало общество, так называемое союз, Рязанское отделение союза воинствующих безбожников. И по предложению этого союза, вот у нас первую и вторую банные улицы переименовали в первую и вторую Безбожную улицу. И до сих пор сохраняется. Арт-объектом это назвать сложно, ведь дома уже разваливаются. Но желающие сделать пару кадров на память должны поторопиться. К 2021 году улица Безбожная исчезнет окончательно. Согласно генеральному плану Рязани, здесь появятся многоэтажки. А вот новым домам присвоят уже название соседних улиц. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад»